Приветствую вас на канале Готовим Дома, с вами я Оксана Пашко и сегодня мы будем готовить торт сметанник. Этот торт очень нежный и очень вкусный, он настолько легко готовится, что его может приготовить буквально каждый. Итак, что же нам понадобится для приготовления такого торта? 250 грамм сметаны, 280 грамм муки, 3 яйца среднего размера, 150 грамм сахара, 1 чайная ложка соды, 1 столовая ложка с горкой какао и уксус. Уксус у меня яблочный, но вы можете заменить обычным 9% уксусом. Вот эти ингредиенты нам понадобятся для приготовления коржей. И для приготовления крема нам понадобится 800 грамм сметаны, 220 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара и 25 грамм загустителя для сметаны. Если вы не будете использовать по каким-либо причинам загуститель для сметаны, тогда сметану нужно обязательно отвесить. Как это делается? Берете марлю, складываете в 4 слоя и в марлю выкладываете всю сметану. Сверху завязываете в такой мешочек и подвешиваете в прохладном месте или в холодильнике. Это делается на ночь для того, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Тогда сметана станет гуще и вам очень просто ее будет накладывать на коржи. Начнем с приготовления коржей для торта. В миску разбиваем яйца. К яйцам добавляем сахар. Все хорошо взбиваем миксером. Во взбитую смесь добавляем сметану и опять взбиваем. К этой смеси добавляем половину муки и взбиваем миксером. Сюда же высыпаем вторую часть муки и снова перемешиваем миксером. Соду гасим одной чайной ложкой уксуса и добавляем в тесто. Опять все хорошо перемешиваем. Тесто для наших коржей мы уже заместили. Теперь это тесто нужно разделить на две одинаковые части. В одну из частей мы добавим какао. Так как у меня есть две одинаковые формы для выпекания, я эти коржи темный и светлый буду выпекать сразу же в один подход. Но если у вас нету двух одинаковых форм для выпекания, вы можете выпекать коржи по очереди. Сначала светлый корж, а потом темный. Донышко у формы для выпекания застилаем пергаментной бумагой. Я взяла формы диаметром 21 сантиметр. В первую форму выливаем половину теста и распределяем ровным слоем. В оставшееся тесто добавляем какао. Сперва перемешиваем миксером, не включая его, чтобы какао немного вмешалось в тесто. И затем включаем миксер и перемешиваем окончательно. Во вторую форму для запекания выливаем шоколадное тесто. Коржи ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Коржи уже испеклись и остывают. А тем временем приготовим сметанный крем. В сметану высыпаем сахар и сюда же добавляем ванильный сахар. Все перемешиваем миксером. Перемешивать нужно до тех пор, пока сахар в сметане практически полностью не растворится. В крем добавляем загуститель для сметаны и перемешиваем до полного растворения. Крем готов. Испеченные и остывшие коржи вынимаем из формы. Теперь коржи по бокам нужно обрезать, а из обрезков сделаем крошку для украшения торта. Каждый из коржей разрезаем вдоль на две части. У нас должно получиться два белых и два шоколадных коржа. Я буду собирать торт в форме, так торт получается более ровным и красивым. Если у вас нет формы, торт можно собрать без формы или в кастрюле, предварительно застелив ее целлофановым пакетом, чтобы торт легко можно было вытащить из кастрюли. Торт складываем, чередуя белый и темный коржи, каждый раз перемазывая сметанным кремом. При сборке торта весь крем не используем. Оставляем немного крема для украшения торта. Собранный торт накрываем пленкой и ставим в холодильник на 12 часов. Спустя 12 часов достаем торт из холодильника и аккуратно вынимаем его из формы. Торт переставляем на тарелку, на которой будем подавать его на стол. Берем оставшийся сметанный крем и обмазываем торт сверху и по бокам. Обрезки от коржей измельчаем в крошку. Торт делим на 4 части и каждую из частей украшаем крошкой, чередуя цвета. Сейчас разрежем сметанный тортик и посмотрим какой он получился внутри. Вот такой красивый он в разрезе. Торт просто изумительно смотрится на тарелке. Вот смотрите, какие воздушные у него коржи с восхитительным нежным сметанным кремом. Торт получился невероятно вкусным. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях и до скорой встречи в новых видео.